Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог НашиДети.ру И сегодня мы затронем такую интересную тему, которая называется ЛАЙК ОТ ПОДРУГИ! Почему возникла такая тема? Ко мне неоднократно обращались в комментариях, спрашивали, почему бывают такие ситуации, что подруги не ставят лайки под действительно хорошими и красивыми фотографиями. Сейчас у нас речь не будет идти о тех людях, которые не ставят лайки вообще. Есть такая категория людей, некоторые были из них немножко удивлены, когда я выпустила в начале сообщение с одноименным названием, они говорили, мы вообще никому не ставим лайки, ну вообще. Нет, о таких людях речь не идет. Если человек вообще никому не ставит, тогда, наверное, не буду удивляться, что он не поставил сердечко под красивые фотографии. Нет. Сейчас у нас речь будет идти о тех случаях, когда ваша подруга, например, ставит лайки под вашими корявыми фотографиями, снятыми на телефон, на фронтальную камеру, которые имеют, например, плохое качество. На фотографии смазанные, на те фотографии, на которых вы не очень хорошо вышли, себе не особо понравились, но зачем-то вы их выставили, ну потому что, может быть, на тот момент не было хорошей техники под рукой, где у вас не особо там вышел хорошо макияж или прическа. Тем не менее, на такие фотографии ваша подруга лайки ставит и пишет, красотка, как ты хорошо выглядишь и так далее. Но потом вы, допустим, выкладываете фотографию хорошего качества, сделанную в студии. В студии, где у вас красивый макияж, прическа, хороший свет, хорошее качество, но у этой фотографии совершенно... А, нет, когда вы выкладываете первый раз, подруги тоже поставят лайки обычно, да. То есть, всё так было серо-серо, потом раз, красиво, ну, поставят. Если это такая единожды проводимая акция. Представьте, что вы завели себе, не знаю, зеркальный фотоаппарат, либо ваш друг работает в фотостудии, либо ещё по какой-то причине. И все фотографии ваши стали в очень хорошем качестве. Больше на фронталку вы не фотаетесь. Тогда вы можете с удивлением заметить, что лайков от подруг вообще не стало. Ни лайков, ни фотографий, вы выходите везде хорошо. Сами себе очень нравитесь, там, всё замечательно, но вот нету. И люди начинают спрашивать, почему так? Почему, когда у нас была обычная там мыльница, подруга ставила там значок, да, под каждой фоткой. Сейчас нет. Что случилось, что изменилось? Я уже говорила, и буду говорить неоднократно, потому что я считаю, что причина всего лишь одна. Это зависть. К сожалению, женщина склонна завидовать не только там, к прибыли, к каким-то, да, денежным достижениям, к зарплате, к хорошему мужчине, к хорошему мужу. Нет. Даже если у девушки всё прекрасно, она получает хорошую зарплату, её любит муж, её подруга, которая работает, не знаю, там, в уборщице, до сих пор одинока, но она гораздо её красивее, будут завидовать красоте. К сожалению, вот так вот устроены девушки, и поэтому, когда была такая единожды проведённая акция, может быть, как-то можно было с ней смириться, в кои-то веки подумать, у неё появились деньги, ну ладно, молодец. А когда вы стали постоянно везде выглядеть красивой, успешной, шикарной, добившейся какой-то высоты, ну как-то корона выросла, вас же надо как-то опустить, на зиму не буду ей ничего ставить, ишь ты, а то ещё возомнита себе, да? Если вы стали замечать, что под хорошими вашими фотографиями ваши подруги перестали ставить сердечки, знаете, им вам просто завидуют ваши успешности. Причём здесь хороший показатель того, насколько качественные у вас фотографии, и вообще контент вашей страницы, это лайки от незнакомых мужчин. Чаще всего мужчины здесь не кривят душой, они не лукают. Это девушки могут под фотографией какой-нибудь там жирной подруги, которые на самом деле выглядят не очень хорошо, написать «красотка», «ты моя», «ты королева» и прочее. Мужчины в этом плане, они более честные, и если они видят, что там журуха, они не станут коментить, кроме как «фу», да? Лечь не идёт о тех мужчинах, с которыми вы, конечно, в хороших отношениях, с которыми вы дружите. Именно сердечки от, скажем так, незнакомых людей. Если вы видите, что незнакомые мужчины вдруг как-то находят вашу страницу и постоянно ставят вам лайки на фотографиях, то это говорит о том, что у вас действительно всё хорошо, очень красиво, вы понравились, и чаще всего таки незнакомые мужчины, они потом пытаются добавиться в друзья, завязать какой-то диалог, разговор. Это ваш выбор уже общаться с ними или нет, но это хороший показатель того, насколько удачны ваши фотографии. Со временем ситуация обычно не меняется, не меняется, да. Но это не говорит о том, что вам нужно возвращаться в каменный век, делать плохие фото с вороньем гнездом на голове. Поэтому я могу вам порекомендовать, что если вы стали делать хороший контент на своей странице, выкладывать хорошие фотографии, но уменьшилось количество лайков от ваших так называемых подруг, вы двигаетесь в правильную сторону. Люди начинают испытывать зависть, перестают реагировать якобы, да, в надежде, что вы поймёте, что так делать нельзя. Вот. Ну, нет, продолжайте, у вас всё получится, и подруги не ставят лайки. Всем удачи! С вами была Громакина Ярославна. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, читайте блог наш дети.ру, пишите сообщения, я всегда открыта для общения. Всем пока!